Аудиокниги Валентин Постников Новогодние приключения Карандаша и Самоделкина Вступление В одном небольшом городе, в домике с красной черепичной крышей, жили два друга волшебника — художник Карандаш и мастер Самоделкин. Карандаш умел рисовать оживающие картинки. Все, что он рисовал, тут же превращалось в настоящее. А Самоделкин мог смастерить и починить всё на свете. Давным-давно Карандаш и Самоделкин открыли у себя в домике школу волшебников. Мне учились трое ребят — Прутик, Чижик и Настенька. Ещё у Карандаша и Самоделкина был друг, профессор Семён Семёнович Пыхтелкин, знаменитый на весь мир учёный-географ. Он был очень умным, потому что прочитал очень много книг. А неподалёку от школы волшебников, на чердаке старого дома, жили два разбойника — толстый рожебородый пират Бульбуль и длинный худой шпион Дырка. Пират Бульбуль носил морскую тельняшку и красный, расшитый золотом камзол. Он очень любил командовать, так как считал себя капитаном. Шпион Дырка ходил в длинном сером плаще и чёрной маске, а своё прозвище Дырка получил потому, что больше всего на свете любил шпионить и подсматривать за людьми в замочную скважину или дырку в заборе. Разбойники мечтали разбогатеть и купить огромный парусный фрегат, на котором они смогут плавать по морям и океанам, как настоящие морские пираты. Но, сколько они ни старались, разбогатеть у них никак не получалось. И вот однажды, накануне Нового года, с героями этой книги произошла такая удивительная история, о которой я вам решил обязательно рассказать.